Здравствуйте, рыбаки и рыбки! Это недельный расклад для вас, неделя с 26 октября по 1 ноября. В этот раз, на этой неделе я делаю обычные расклады, как я раньше делала. Спасибо всем огромное за комментарии, за отзывы, за критику. И сегодня я использую Таро Царство Фэнтези. Дом-семья. Тройка кубков. Я думаю, что это просто... Если у вас были какие-то, ну не знаю, сложности, назовем так, связанные с домом-семьей, то это как раз момент, когда ситуация улучшается. Разные проблемы разрешаются, то есть мы испытываем облегчение. Ну и вообще-то это посиделки. То есть застолье может быть, они обязательно у вас дома, может быть у кого-то из ваших родственников, и вы туда идёте. Но в любом случае это карта удовольствия, радости, праздника, общения. Такого лёгкого и приятного общения. Любовь, отношения, верховная жрица. Для тех, кто был, скажем так, свободен, то верховная жрица, она пока что не предрекает сюрпризы в виде появляющегося человека в нашей жизни, потому что это больше как... Ну мы всё равно по этому поводу сильно не волнуемся. Мы, как говорится, спокойно ожидаем. В отношениях могут быть, конечно, какие-то друг от друга недомолвки, назовём так. Что-то кто-то от кого-то может скрывать, не быть до конца. То есть не как открытая книга, да, а как полуприкрытая книга, я бы сказала. На работе звезда. Звёзды здесь, звёзды. Ну, что можно сказать про работу? Кто-то мне там, помню, как-то было, тоже, видите, хочу смягчить и приукрасить, для того, чтобы, ну, все же хотят хорошее слышать, а потом говорят, а где же эта звезда? Там у кого-то была на личную жизнь, да? А где у нас звезда? Далеко. В небе мы же до неё не дотянемся, мы смотрим, конечно, и красота такая, красотища. Но на работу звёзды. Это значит, что на этой неделе, для тех, кто не работал, у вас могут появиться какие-то, открыться перед вами перспективы, вы можете что-то увидеть, потому что звезда символизирует в том числе и ясность. Это не значит, что мы это вот в руки берём, что это реальность, но это, по крайней мере, уже ясность, которая вдруг дарит нам надежду. То есть это уже хорошо. Для тех, кто работает на этой неделе, это могут быть, опять-таки, вещи, которые вы делаете на перспективу. То есть, возможно, результат на этой, прям, ну, это же всего лишь неделя, 7 дней, господи, на этой неделе вы его, может быть, не получите, но зато потом это как раз может принести хороший доход. Ну, на этой неделе это нечто, связанное с, во-первых, само атмосфера на работе, естественно, по звезде дружелюбная. Нет никаких там подводных камней и так далее. Вот. А в плане дел, в плане творчества, это какие-то работа на перспективу. Вдохновение, естественно, вдохновение, обязательно. Потрясающие какие-то новационные, так сказать, мысли приходят, возможно, которые даже никому, ну, как, и даже не изобретение, которое физическое изобретение, а мысли оригинальные приходят. Такие из разряда, как из будущего. Так что, нет, звёзды – это хорошо. Финансы. Королева кубков перевёрнутая. Прямая она вот такая. Перевёрнутая она вот такая. Ну, мне не хочется говорить, что вы по собственной, как бы сами будете допускать ошибки. Королева кубков перевёрнутая на деньги может говорить о кидании из крайности в крайность, о непомерных тратах. Ну, ну, неразумно всё это как-то, неразумно. А может говорить о ком-то, кто, как говорится, ну, так вот, потому что может говорить об обмане, об использовании нас финансово имеется в виду. А может говорить и о наших собственных глупых поступках и совершенно, ну, я говорю о таких, ну, о пложностях, о пложностях. Совет карт. Рыцарь Пентакли. Тише едешь, дальше будешь. Астрологическое соответствие, дева, то есть надо быть готовыми к рутинной работе. Действительно, он сел на эту белочку. Да, пусть не самый быстрый вид транспорта, зато он настойчиво, упорно, он такой реалист, практичный человек, он дойдёт быстрее всех. В общем-то, потому что он не летит сломя голову, шучу, конечно, не факт, что он дойдёт быстрее всех, но имеется в виду. Будьте реалистами, будьте готовы к такому немножко, да, рутинному, может быть, не совсем вам такое хочется, но труду. Будьте последовательны и будьте осторожны. Именно реалист, потому что человек ставит реальные цели, человек понимает ситуацию, осознаёт, он там никаких иллюзий не питает, он и плохое, и хорошее видит вполне, как говорится, адекватно. И готов к тому, что да, не всё так быстро, как хотелось бы. Вот не всё. И антисовет, пятёрка мечей, победа любой ценой. То есть если вы видите, что своими действиями, своим поведением или то, что вам хочется, если вы сейчас этого будете достигать, невзирая ни на что, и там, не знаю, можно с родственниками разругаться, можно друзей потерять, можно здоровье потерять, неважно, неважно что. То есть любой ценой, ну, если, конечно, вам всё равно, и цена вас не волнует, тогда, пожалуйста, я просто трактую карты. То есть это у нас победа любой цены, во что бы то ни стало. Так же то же самое, когда мы доказываем правоту, во что бы то ни стало, и чем бы это нам ни обернулось, нам всё равно. Наперекор судьбе, там, влезаем в долги, нас не колышет, мы хотим, вот, всё что угодно может быть. Я во что бы то ни стало хочу, там, поехать туда, то потому что я устала работать, мне всё надоело, мне нужен отдых, мне всё равно, ну, и что, что у меня долгов уже там накопилось, я ещё возьму, я потом всё отдам, мне сейчас надо. Ну, то есть вот эти все, а-ля-ля-ля-ля-ля-ля, они вот здесь, в антисовете. То есть реализм, практичность, последовательность, постепенность, готовность к рутинной работе. Вот так. Но это нисколько не означает, что всё будет настолько мрачно, имеется в виду, что типа, вот, мне тут надо копать. Это, во-первых, это всего лишь неделя, а во-вторых, вот эти вот работы на перспективу, открывающиеся перед вами возможности этого одушевления и надежды, которые появляются в душе, оно, скорее всего, имеет под собой какие-то основания. Так что работайте на перспективу, дорогие рыбки. Удачи вам, прекрасной недели, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова